Всем доброе воскресное утро! Всех с масленицей поздравляю! Вы уже отправились съесть блины? Аида, ты видишь вообще, где тетя Ксюша в 10 утра? Привет всем! Красивая! На дорожке-то с утра! Ты в зале? А у вас какие варианты? Где их сейчас? Бодрый дух, молодец! Кадрюша, привет! Умничка! Ага, вот, понимаете? В зал в воскресенье-то вообще в 11 утрах, как меня заманить было? Я вообще в шоке! Молодец за воскресенье! А, масленица в следующее воскресенье? А, мне сейчас позвонила Дашка Пунтер и сказала, что она едет на масленицу, значит, она меня сбила с толку. Так, столько запросов на прямой эфир. Ммм, слушайте, ну вот у меня не получается по будням часто быть в зале максимум два раза в неделю, поэтому вот я решила воскресенье нагнать еще один день. Завтра начало масленицы. Ну вот, вы знаете, вот каждому свой день для масленицы. У нас сколько? У нас 12 часов дня. 12 у нас. Городника. Плохо стоит телефончик. Отключается, поставит там хотя бы сбоку. Привет, Азлакистан. Большой! Смотрите, уже как минимум 20 тысяч человек не спит в воскресенье. Это уже хорошо. Понимаете? Реально. Слушайте, удобно бегать и отвечать. Ну, нормально. Не могу сказать, что неудобно. Время хорошо, зато коротает. Это, знаете, когда я смотрю на эти минуты, которые прям очень медленно, очень медленно идут. А тут получается, что пока с вами поболтала, как-то быстрее время пролетает. Ну, расскажите, кто еще занят в воскресенье утро. Рассказывайте мне срочно. У кого какие планы на сегодня, кто куда идет. Мы сегодня с Каринкой опять в театр идем, между прочим. Завтра блины. У нас дома, наверное, блины все-таки печь будем, но есть я их точно не буду. Это 100%. Спасибо. Приезжайте к нам в гости, Ксюша. Это эллипс, да. Совершенно верно. Просто так не очень удобно. За тарел и решка смотрят. Нет, кардио я не делаю каждый день, но каждый раз, когда я в зале, да, я делаю кардио. Это для меня самое такое, ну, эффективное, на мой взгляд, это кардио. Потому что в зале надо брать тренера и надо знать, какие силовые нагрузки тебе подходят. Но, знаете, у меня пока от зала какого-то такого эффекта сильного нет. А вот это кардио я чувствую, поэтому я предпочитаю кардио. А, перезагрузка же идет точно. Спасибо. У меня так столько много хороших отзывов о перезагрузке. Я прям рада, что вам нравится моя программа. С удовольствием, что вы ее смотрите. Спасибо большое. Ну, что еще? Расскажите мне, кто чем занимается? Как туда попасть? Ну, слушайте, у программы перезагрузка попасть очень легко. Нужно быть с какой-то интересной историей. Нужно, чтобы вы действительно нуждались в перезагрузке. И здесь вопрос не в том, что вы должны быть обязательно мне симпатичными. Нет. Дело не в этом. Дело в том, что у вас должна быть какая-то история с тем, что вам нужна новая жизнь. И вот мы вас с удовольствием возьмем. Дети с папой, да. Сегодня утром проснулась. И пускай есть такая тишина. Но подозреваю, что уже не спят. Так я захожу в комнату, а Марс и Маруси замок строят. Амару на день рождения подарили какие-то штуки всякие разные. В крепости. И вот они сидят, крепость собирают. Не завтракали, а ничего. В первом деле проснулись туда. Знаете, сколько раз я спускалась в зал на железо вот это вот тягатель. Ну, наливаюсь я сразу. Становлюсь такая. Прям, знаете, как вода во мне задерживается. Вот. Большего эффекта я не видела. Ну, спинка может быть ничего. Получше там становится. Ну, конечно, нет. Это все надо. Все надо в совопутности. Обязательно. Амар не живет с нами. Амар с нами находится с пятницы по воскресенье. Сегодня он уже вечером к маме поедет. Самый часто задаваемый вопрос, наверное, почему-то люди никогда не слышат на него ответ. Третьего не планируете. Вот сейчас как раз в беговой дорожке сойду. с Элипса. И нет, ребят, никакого третьего не планирую. Ну, опять же, мы полагаем, а Бог располагает по этому, как получится. Так. Что еще? Слушайте, ну столько запросов. Вот сейчас кого-то добавлю на совместный эфир. Что, добавить кого-нибудь на совместный эфир? Поболтаем. А то все такие смелые, запросы дают, болтать готовы. Смотри, испугались. Видите, как это бывает. Все такие смелые на прямой эфир. А как добавляешь, испугается. Не надо, глючик будет. Ну, согласна, да. Будет глючик. Только не меня не оставь, мама. Отлично выглядишь. Воскресенье утром. Спасибо. Привет, спортсмен из Новосибирска. Слушайте, вчера ходили в кино. Да, очень классный фильм. Мы пошли спонсорили еще с нашими друзьями. Бупа Саидой, Андрюх Саидой. И, в общем, короче, это мой друг моего мужа. И по совместительству мой тренер по боксу. Правда, я на него как доехать не могу далеко. Но вопрос не в этом. Просто, в общем, мы пришли к мужикам. Мы такие, ну, на 50 оттенков свободы, конечно же, мы идем. Мужики, вы что, с ума сошли? Какие 50 оттенков свободы? Ну, в общем, наших туда не заманить. Пошли на очень классный фильм. Называется «Охота на воров». Очень крутой фильм. Я вам всем советую. Вообще, мне очень понравился. Фильм классный. Если кто смотрел, меня поймет. Эля, привет. В общем, фильм клевый. Если хотите прямо сходить со своими мужьями. Потому что бедные эти мужики, которых тащат на 50 оттенков серого, я каждый раз на них смотрела, у меня прям сердце кровью обливается. Ну, бедные вообще, бедные парни. Ну, правда. Ну, девочки, ну, вы до сих пор... Конечно, понятно, что мы все девочки. В общем, хотим верить в сказку. Но вот это «Доброе утро, жена!» Я жду тебя на частном борту. И мы с тобой полетим. А подходит. Ну, такая сказка. Ну, вот правда. Ну, девочки. Ну, это прям сказка. У Маруси скоро по гимнастике соревнования. Так. Звук пропал. Не может быть такого. Звук должен быть. Слушайте, по поводу похудения. Ну, сейчас у меня больше не похудение, а все-таки прям совсем конкретно правильное питание. Я исключила полностью ручное, исключила пласт. У меня нет ни того, ни другого. Я ем рыбку, ем курицу, индейку. Я ем мясо. Ну, опять же, стейк. Один раз в неделю. Медальончик. Могу себе позволить. Дальше. Плохо слышно стало? Не знаю, почему плохо слышно. Должно хорошо слышать. Не знаю, почему плохо слышно. Может быть, я просто тихо говорю. Здесь кругом люди. Как-то не сильно удобно кричать. Вот. Потом овощи обязательно. Салатики овощные обязательно. Овощи на гриле. Вот. Тяжело держаться без сладкого. Но я ем. Вместо сладкого покупаю в зале в своем такие фитнес-батончики. Прям маленькие-маленькие они. Там такие две, как конфетки круглые. Протеиновые. В общем, прикольно. Задыхаешься уже. Костя, ты знаешь что? Я думаю, что задыхаюсь, а ты вот когда последний раз в зале был? Года три назад. Так что давай. В зал. Мы еще не планировали куда-то волну отдать, когда она вырастет. Я думаю, она определится. Посмотрим. Я ее даже пока в садик не готова отдавать. Я ее даже пока в садик не готова отдавать. Я постоянно тренируюсь. Ага. Давай, не сочиняй. Постоянно тренируешься. Не часто делаете ты мои курсы? Ну, так, не часто. Сеня, вам нравится? Лобода. Да. Очень люблю Светочку. Мы с ней периодически списываемся в инстаграм. Очень ее люблю. Люблю ее песни. А Тея вообще обожает песню «Парень». Ей поется. Парень, ты меня так сильно дали. Поэтому очень люблю. Да. Тея в саду. Она уже, мы едем. Она говорит, мама, ты куда? Да. Я говорю, я на работу. Она говорит, я тоже на работу. Папа говорит, ты, Эечка, ты работаешь? Она говорит, да, в детском саду. Куда она это взялась? Она в детском саду даже в днях заняла. Что-то там про скандал. Меня спросили. Обожаю сериал «Скандал». Очень крутой сериал. Это прямо мое. Мне нравится. И для тех, кто смотрит, выбирая между президентом и на работу вторым младым человеком. Второй молодой человек, конечно, круче, чем вот эта, с кого она влюблена. Погода мокле, но как вот сугроба. Снег идет. Сохранить эфир. Хорошо. Я еще тут с вами потусуюсь, не переживайте. Ко мне еще Каринка в гости едет. Ну, не знаю, выехала она или нет с Матишкой. У Матишки сегодня праздник. Она получит золотой шар наконец-то от тети Ксюши. Так. Что еще? Я вам сегодня опрос сделала у себя в инстаграме. Кто на море? Вы не поверите, что только у нас люди, оказывается, на море отдыхают. Казань. Да, ребят, ну я не знаю, если только корпоративы какие-нибудь, потому что открытие салонов так-то я не знаю. У Джей уже давно. Ну, не хочу. Очень много времени отрывает силы. Вот это вот тяжело мне, конечно, уже по клубешникам скакать. Ну, просто от зимы тяжело отрываться по выходным. Вообще, кто посвящается себе гастрольной жизни, те, конечно, герои. Потому что мне, например, было всегда тяжело эти гастроли, давали все эти перелеты. Ну, это прям вот, у тебя нет жизни, считай. То есть ты свою жизнь посвящаешь своим поклонникам. Я, конечно, очень люблю, но хочу быть со своей семьей. Мне тяжело так много гастролировать. Здравствуйте. Все, что лучше, танцы или зал. Слушайте, ну, танцы тоже очень клево. Знаете, я когда участвовала в танцах со звездами, я вообще весила типа 45 килограмм. Очень сильно похудела. Сейчас я вешу где-то около 49 с половиной. Вечеру, наверное, 50. Мне это, в принципе, устраивает. Только надо подтянуться, чтобы прям вот кожица была такая, знаете, вот клевовая. Вот. Потому что у меня, наверное, потому что мне всегда говорят, что у меня кожа хорошая, мне все-таки достаточно, ну, тяжеловато после родов привести ее в порядок. Я, например, каждый раз завидую тем, кто вот родил, и у них прям кубики сразу на животе через месяц. Для меня это все люди видны, честно вам скажу. Потому что у меня кубиков далеко не было сразу после родов. Их до сих пор нет. Но живот уже, конечно, в нормальном состоянии. Но мне всегда вот хотелось. И сколько бы, знаете, вот есть люди, которые сходят в зал там. Ну, у них строение такое. Они вот в зал сходят. И у них прям, знаете, ходят, ходят, ходят. И у них результат есть. А я в зал ходила, 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 ходила. И все мне говорили, ну, Ксюш, результат есть. А я этот результат вообще не видела. То есть я понимала, что у меня пороси есть, ну, где-то там. А снаружи вот этих кубов у меня никогда в жизни не было. Так, как похудеть после родов? Никак не могу. Ну, ребят, не жрать. Это самое главное. Все, сразу видишь результат. Ну, точнее, не сразу, а спустя какое-то время объемы уходят. Потом такой килограмм. Ну, по крайней мере, у меня так. У меня сразу уходит объем. То есть уже джиннисики такие начинают. Великоваты. Клыть. Могут. Что касается килограммов, они тяжело уходят. Какую фирму футболку. Найк, наверное. У меня в основном все Найк. Да, вот. Клубики не женщины. Плоский живот. Ну, плоский живот, да. Немной рацион. Сколько килокалорий? Килокалорий. Килокалорий. Итак, я сейчас заказала еду. 1800. Но это много. Надо 1300. И вот с понедельника буду уже на совсем правильном питании. То есть не то, что мне готовили ягоду, а то, что мне будут привозить еду. Я вам ее покажу обязательно. Одна из самых моих любимых. Самое мое любимое, вот, правильное питание. Там вкусно. Потому что все эти правильные питания, которые продают в инстаграмах, ну, как правило, ребят, приносят. Честно вам скажу, прям в окошко. И все это несъедобно, невкусно. А вот я заказываю в одном месте. Не могу сказать, что там сильно дешево. Нет. Но зато очень вкусно. То, что ты ешь, это действительно правильно. Потому что порой люди как клеты перевозят, вообще фу, блин, я даже приезду это все есть. В общем, я считаю, что есть только одна фирма, ну, личная для меня, которой можно заказывать еду. Что не ену, то подправляюсь. Нет. Вы подправляетесь только от того, что вы неправильно питаетесь. Если бы вы правильно питались, вы не можете поправляться. Такое невозможно. Брокколи я очень люблю. Обожаю цветную капусту, спаржу. То есть вот эти все вещи у меня не вызывают никаких неприязней никакой. Я это люблю очень. Элипс, да, у меня элипс. Так нельзя ем. Можно без блинов. Ты вообще молчи. У нас тут гигант. Поэтому вот есть няня. У меня лично моей няни нету, хотя мне бы очень хотелось. Вот. Но у моих детей, да, есть няня. А как вы себе это представляете? Как бы я без няня не обходила? Как бы я без няня не обходила? Слушайте, ребята, мы с этими продуктами даже обсуждать не хочу. Вообще ни чудес не бывает. Никаких чудо-порошков, никаких чудо-таблеток, никаких чудо-как это называется-то? Тоже типа таблетки, которые, короче, не помню, как они называются. В общем, я вам скажу чудес и не бывает. Ни бим, ни фигим. У меня муж тоже вчера. Я, говорит, сегодня на правильном питании сожрал бургер с картошкой и скейч. Вы понимаете? Молодец, красава я считаю. Я уже прошла полчаса. У-ху! Ещё полчаса и, сеть, ксеш, молодец. Нет, блины я не буду лопать точно. Блины я точно не буду лопать. Смотрите, сколько их запросов Испугаются же прийти в эфир Не испугайтесь Давайте Ну Что? Ага, отклонила приглашение Посмотри на них Вот трусишки Что тогда приглашение шлете, если отклоняете? Что тогда хотите? Вот если шлете запросы, а разговаривать не готова Что тогда шлете запросы? Если хотите разговаривать, давайте разговаривать Ну Есть еще очередной трусишек Да я говорю, все в интернете Вот только смелые, понимаете, на такие вещи Запрос послать, комментарий какой-нибудь негатив А вот Прийти в эфир На всю страну Поболтать Вон у нас тут 20 человек практически Ну что, подключите, не подключите? Сейчас посмотрим Что там у нас Все боятся О, нет, не боятся Смотрите Здравствуйте Привет Иди Иди Смотри Слушайте, ну вы единственная, кто была смелая Понимаете, но все запросы отправляют Никто Общаться А ты знаешь А ты знаешь Я случайно нажала Случайно Сначала написала смс-ку Что Сюш, сохрани, пожалуйста, видео Потому что я пошла варить кашу А потом, когда пошла варить кашу Смотрю Ты Думаю, нет Это шанс из тысячи Представляете, как повезло Из 20 тысяч Вот на вас попало Смотри Красотка Ты мне скажи Мама тебе блины испекла уже? Нет в масленице? Или еще нет? Когда ты блинчики кушала? Или мама только кашли тебе кушала? Позавчера она говорит Позавчера Ну здорово Она вчера и позапозавчера кушала блинчики Скажи мне, пожалуйста, что ты хотела Ты Марусь узнаешь, да? Нравится тебе Марусь? По инстаграму она только знает, Марусь У нас такая же коса, как у твоей Маруси Смотри, Самир, поверни Да, волосы шикарные Ой, реально, такие же Нам 5 лет Нам 5 лет, а длина волос 94 сантиметра О, ну ты прям крутая, девчонка, я тебе хочу сказать Сама в рождении не подстригали ни разу Ну мы тоже, мы тоже Чуть-чуть кончики только подстригали и все А мы даже кончики не подстригали Ну что, вам большой привет У вас прекрасное солнце вообще в Ивановской области Ваш крепко целую, спасибо за эфир Очень приятно было познакомиться Удачи, Ксюшенька, тебе Пока-пока, Маршиса Амира Пока-пока Пока Вот так Ну что Класс Ну вот, видите, окажется Сколько абонемент у вас стоит Слушайте, ребят, я не помню Сколько стоит абонемент Хожу ворд-класс Очень люблю ворд-класс И никогда его не изменяю Люблю только этот лоб Вот я ходила в Кунцево Теперь в Павлова Потому что мы живем за городом Нам здесь удобно Прямо рядом Что вас мотивирует Не знаю, день рождения, наверное, мой Меня мотивирует Который скоро Кстати, вот пользуюсь прямым эфиром Потом, конечно, еще напишу Обязательно сообщение Если есть Какие-нибудь крутые визажисты В Милане Объявите, пожалуйста Напишите мне в директ Я, правда, в директе ничего не вижу Никогда Может быть, вы напишите Не знаю Куда-нибудь Льву, например Напишите Будет очень круто Мне нужен И если кто-то сейчас меня смотрит И знает какого-нибудь крутого Визажиста в Милане Дайте, пожалуйста А то я кое-что замыслила На свой день рождения Как вы уже поняли На свое 35-летие Так, ну что Добавим еще кого-нибудь Посмотрим, кто у нас есть Маруся только гимнастикой занимается Маруся занимается английским С репетитором занимается гимнастикой Шахматами Ну, вы поймите У нас необычные Как говорится Рабочий день Учебный день В школе Потому что мы учимся До пяти вечера До четырех до пяти Потом у нас гимнастика Куда доехать Полчаса И еще два с половиной Два часа у нас гимнастика Ребенок приезжает домой Восемь в полдевятого Делает уроки Ложится спать Потому что вставать И в шесть сорок Поэтому Семь Поэтому сказать вам Что Маруся должна Еще чем-то быть надружной Я так не считаю Мне уже жалко ребенка Так Слушайте Вот круто Дорожки С прямыми эфирами Вообще класс Уже Понимаете С вами время летит Незаметно Мои любимые Дорогие Я прям вот Рада Давайте еще кого-нибудь Добавим Посмотрим Кто у нас тут еще есть Ой Сейчас 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 Вот Прям Много всех Посмотрим Вот Например Не может присоединиться Но Что же Поделать Ой Отключаем Перевернули Так Посмотрим Можно меня в эфир Всех Можно Всех Смельчаков Давайте Кто запросы Отправляли Давайте Юля Вот Какая У нас тут Давайте Юля Посмотрим Юля Что нам скажет Ожидаем Привет 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 Попала Прямой эфир Ой Я очень рада Хорошо У тебя Как Хорошо Рассказывай Откуда ты Юля Я С Иркутска Из Иркутска Да Ой Ну расскажи У вас там холодно Никол Я эфир Ксюши Бродиной веду Ксюша Бродина Мне тут с утреца Позвонила Это моя сестра Здрасте Привет Это мама Мы тебя Мы тебя Очень любим Я большая Давай со всеми знакомь Кто это Это Вика А это Алена Очень приятно А это не мама Это тетя твоя Нет Мы тебя очень любим Смотрим каждый день Дом 2 Ты так редко На Дом 2 Спасибо большое Мне очень приятно Я тут вон на дорожке Видите На Элли Очень люблю Теюшу Тею Тею Спасибо Мне очень приятно А сколько тебе лет Мне 17 Мне тоже 17 Кто это там Разговаривает Мама 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 Привет Мама Все внимание Что за тетка Скажи Все внимание Забрала Все к экрану Побежали Да А про меня Побежали Очень красиво Расскажите Как у вас погода Как настроение Куда сегодня Вы собираетесь У нас очень тепло У вас как погода Там Очень тепло Тепло Да 9 градусов Я думаю У вас холодрыжка Думаю Минус 20 Нет Нет У нас минус 9 А ну нормально Так же как в Москве Так И куда сегодня идете Гулять идете Блины печете Масло Нет Мы дома решили посидеть Можешь вечером Ну хорошо Ну отлично Вам выходных Закончить вам выходные Начать хорошо Трудную Неделю Рабочую Я вас обнимаю Хорошей дня Спасибо Тебе тоже Всего хорошего Пока Мы тебя любим Я вас тоже Спасибо Класс Блин Как приятно Раз так В одном городе Оказаться В другом Круто Очень клево Так Возьмите Пожалуйста На эфир На эфир Возьмите Клево 40 минут Прошло Можно с тобой В эфир Все Это все в эфир Хотя Ну давайте Еще Бог любит Троицу Кого-нибудь Еще найдем К нам В эфир Сейчас скажут Вы берете Одних девочек Но у меня в основном Одни девочки Вот прям Не знаю На кого попало На кого-то попало Добавить Посмотрим Уфа Так Кто у нас О Привет Представляете Попало Как дела Привет Хорошо Как у тебя Хорошо Спасибо Как тебя зовут Меня зовут Регина Региночка Очень приятно Откуда ты Рассказываешь Какого города Чем занимаешься Я С Оренбурга Ага Как погода Погода у нас Кстати Сегодня отличная Солнце Мороз Немножко Мороз И солнце День чудесный Да Еще У меня Професс Мне тоже Очень приятно Неожиданно Да Да Так это Я кстати Давно за вами Слежу Очень приятно Спасибо Мне приятно Скажи пожалуйста Чем ты занимаешься Чего Себе не будешь делать Сегодня Вот приехала К сестре К родной К гостям Показывай Сестру Где она Сестра Сейчас вышла Руслан Идем сюда Смотри Привет Привет Тоже глазки У меня красивые Это твой братик Или племянник Это мой племянник Племянник Здорово Так И что Гулять собираетесь В хорошую погоду Гулять Да Сейчас поедем В торговый центр Как у вас там погода Ксюша Слушай Ну нормально Минус 6 Минус 7 Сегодня нормально Мы сегодня тоже Планируем сейчас гулять Подружки ко мне В гости с ребенком Привет Мама моя с бабушкой Потом вечером в театр В общем сегодня День насыщенный А ты по городам Сейчас не ездишь Я помню Ты к нам приезжала В Оренбург В Колизей Приезжала Конечно Ты знаешь Да Отпорное количество Городов за плечами Нет Я сейчас в основном Не езжу уже На гастроли Я выходные Все больше синевой Семья большая Оставлять их не могу Ну как-нибудь С удовольствием Еще раз приеду Безусловно У тебя такая дочка Классная Вообще Спасибо Спасибо Я не могу Прямо смотрю Постоянно ролики Очень приятно Спасибо Все Я вас люблю Обнимаю Хорошего дня Вам Счастливо Спасибо 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 И тебе тоже Ну вот Со всеми пообщались Очень приятно Ой Ну что Нормально так я это Провела Дремя Хорошо Сейчас еще Минут 15 на элипс И потом Зальчик Спущусь Ненадолго Ну что Еще раз Скажем 23 тысячи Вот Ребят Чего Вот Звое время Пол первого У кого-то Уже Три У кого-то И Вообще Вечер Чего Дома Сидеть Полезайте На улице Такая погода Классная Надо Гулять Позитив Вот Спасибо Хоть кто-то Меня посетил На золото Обычно Пишут Злая Злая Понимаете Тут Что касается Моей злости Все меня Кто знает Кто свою дружбу Все Прикороны Знают Что я очень Позитивный Человек Потому что Главное Меня Не трогать Вот Хотя Нет Есть Кто Меня может Тронуть И В общем-то Нормально Тоже Среагирую Просто Вопрос В том Что Я Наверное Стараюсь Бессийскими Человеками Если у меня Есть какие-то Эмоции То я Их выражаю Я не могу Могу изучать Позитив 24 на 7 Но если Будет Неискренник Мне Это будет Знаете Я такой Была Когда только Пришла На проект И все Расписали Что Ксюша Ты Ну Там Ты Раньше Была Такой Доброй Во-первых Я была Юной Девочкой Совсем Маленькой Да И Спустя Многие Года Я чуть Пообжигалась Потому что Доброту Порой И очень Часто За слабость Принимаю И С этим Очень Тяжко Приходится Поэтому В общем-то Периодически Я научилась Как-то Обороняться Не давать Себя В обиду И Чрезмерная Доброта Человеческая Она Не помогает Жизнь То есть Я не говорю Что нужно Остаться Зными Людьми Ни в коем Случа Но я Всегда Считаю Что Человек Должен Уметь Что-то Не пропускать Через себя Где-то Постоять А где-то Говорить Правду Я Дружу Стараюсь Дружить С теми Людьми Кто Говорит Правду Любить Тех Людей Кто Говорит Правду Правда Нам Нужна Поэтому И Искренность Самое Главное Вот Это Самые Важные Качества В Человеке Потому Что Можно Завоевывать Любовь Сколько Угодно Но При этом Если Ты Не Искренний Человек Это Конечно На мой Взгляд Не Интересно Ну И Потом У меня Задача Такая На Проекте В Общем Не Что Я Разбираться Да В Проблемах Людей И Если Они Не Правы Указывать На Это Ярославль Большой Привет Тоже Ярославль Передает Привет А Ксюша Тут Прошла Я Практически 2,5 Километра Пока С вами Обжидалась Нормально Потеряла 300 Калорий Как Полезно Вообще Выходить В Уровень У Себе Еще Прибавляю У 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 они привет меня в эфир все пока сегодня больше в эфир не того не буду добавлять три девочки у нас сегодня было и я дома сейчас вот уже закончу здесь поеду в июньше восьмого марта да совершенно верно так рассказывайте в тот же день павленок у нас 14 февраля ну что вы уже заказывали подарки своих любимых своим любимым куда пойдете что будете делать мой вообще профессиональный праздник 14 февраля сердечко у нас у меня у мужа тоже день рождения 8 марта ты представляешь вот взяла испортил тебе праздник вообще ну что это такое за муж который 8 марта родился давайте мне тоже 35 ир молчи 35 баба ягодка опять рассчитаю в донецке нет вам в донецке я не была уже видите выдыхается побег уже 50 минут такие дают о себе знать 23 февраля блин еще девчонки вон он уже смотрите сколько мужей которые 8 марта родились да ничоси 8 марта все снила и уже поняли да что я в милану летаю 8 марта все нет так а вы мне напишите пожалуйста вы когда на дорожку сколько бегаете на эллипсах здесь кстати каждый раз я буду на дорожку каждый раз забываю попить с собой каждый раз это на середине уже начинаю умирать хочется пить хотя говорят нужно пить либо то либо после во времени очень полезно у нас тоже у меня у подружки у меня была возможность по 5 километров гулять я бы с удовольствием у меня у меня бывшего 8 марта нахал ну реально блин целый праздник украла вообще мне тоже так обидно когда мне в 8 марта все звонят Ксюша или там присылать знаете это вообще моя короночка у нас а вы ненавидите эти сервисы которые присылают в праздник вот знаете не просто человек который а рассылка вот это вот знаете открыточка какая-нибудь котелком пушистенью и вот они всем вот это вот раз зачем кому это нужно позвоните лично подрастили вообще ничего не пишите но вот эти вот открытки я прям терпеть не могу эти рассылки на телефон открыточки прям это спам какой-то вот происходит прям хочется звук убрать в этот день так вот что касается дня рождения мне поздравляют все время звонят ксюша с 8 марта уже и мне приходят всегда говорят а у меня еще сегодня день рождения между прочим тоже бесит вот я говорю скажите бесит эти открыточки дураться ужасно так ну что все сдаюсь 50 минут прошла почти 2 километра как классно реально дороже прямой эфиры выходить что посоветов подарить на 14 февраля не знаю духи может быть какие-нибудь а я же выбирала этого котенка ты че мне котенка пришла ломать да открытки реально тупой вот видите сколько да вот скажите зачем вот согласна я согласна посмотрите а каким дезодорантом пользуешься я не вея пользуюсь дезодорант не вея я стала их лицом тем более так что скоро будет выпишем новый флакон из дезодоранта не вея с моим автографом с подписью о том что дельмитированная коллекция ксении бородиной так что имейте ввиду тетя ксюша так ну что все побежала я домой у меня сейчас мама с бабушкой приедут Каринка привет смотришь гостей будет полный дом будем готовить что-нибудь из шеф-маркета вкусное я столько себе там не заказывала вчера видели рыбку испекла по-милански очень вкусно получилось в духовочке прям самое оно правда ела я только рыбку выбираю потому что там было масло что-то там были какие-то градиенты мед в общем я себе отдельно сделала потому что это было мне нельзя ну очень вкусно получилось так еще вот две минуточки и все и все как круто вообще час пролетел незаметно с вами я вас прям люблю как круто я хочу этот бездар бегаем и танцуем сразу скажем я одна вообще в зале рядом не полнется покажи ножку видите вот так вот пустота никого ну что я вас крепко ценую спасибо вам огромное очень вас люблю спасибо за эфир еще раз вам